Всем привет, с вами Игорь. Сегодня у нас конец месяца, конец февраля 2021 года. И в конце каждого месяца мы смотрим, сколько там потребил мой тепловой насос электроэнергии и выдали солнечные панельки. Итак, идем смотреть. Итак, вот мы возле моих ваттметров. У меня пока что ваттметр только на тепловой насос, это потребление его. Ну, там и насос входит сюда, и компрессор, все там ваттметры. Вот, и солнечный массив на крыше. Еще поставлю один ваттметр, уже заказал на второй массив вот здесь вот, тоже 4-х киловаттный. Будем сравнивать, сколько будут выдавать эти массивы с разным направлением, юго-восточный, юго-западное направление, так как они полностью одинаковые. 4 киловатта, даже панели полностью одинаковые. Еще хочу поставить счетчик на ветряк, вот здесь вот, чтобы тоже, ну, так, для сравнения, как бы, сколько выдает ветряк. Вот, ну и на коллектор еще бы хотелось бы, конечно, какой-то счетчик повесить, но с коллектором тут проблематично, как посчитать эту энергию, хотя, так вот, по ощущениям, впечатлениям, то, как бы, коллектор на 6 квадратных метров греет лучше, чем солнечный массив на 4 киловатта зимой. Особенно это ощущается, когда так вот, ноябрь, декабрь, когда очень мало солнца, коллектор, что интересно, все равно выдает 70 градусов, ну, сейчас уже немного больше, а вот от панелей в такие месяца ноябрь-декабрь практически толку нет. Вот, хотя, преимущества есть и, как и у панели, если использовать на нагрев, свои плюсы и минусы, и у коллектора тоже свои плюсы и минусы, но это я еще в конце отопительного сезона сделаю такое видео по всей моей альтернативе, что лучше, как оно лучше греет, все такое. Итак, смотрим сначала тепловой насос. Так, что тут у нас он выдал, вот сейчас он не работает, вот 218 киловатт-часов он съел у меня за февраль месяц, то есть этот месяц, февраль был очень холодный, вот здесь вот, сейчас переключу, понятней, вот эта вот строчка, где она, а, вот, киловатт-часы, 218, почти с половиной киловатт-часов, то есть больше даже, чем за остальные предыдущие месяца, вот, ну что, этот месяц был очень холодный, февраль месяц 2021 года, я такого холодного месяца даже и не помню, вот, плюс еще к этому объему, ну это в основном все отопление практически, вот, плюс еще я там сжег где-то возик дров, вот, плюс помогал коллектор, плюс помогали панельки немножко в конце месяца, ну вот, как-то так оно, поэтому у меня так мало, ну, относительно мало киловатт-часов съел тепловой насос, хотя, в принципе, это примерно 80-85, а может быть даже и 90% всего отопления, вот, остальное там, что дали панели, коллектор, вот, это процентов 10, ну, даже и с дровами, процентов 10-15, пускай так, так, сколько выдали мои солнечные массив за этот месяц, 43 киловатт-часа, вот, 43,5 киловатт-часа, вот, и это, ну, практически, что так мало за февраль месяц, ну, что они у меня практически весь месяц лежали под снегом, вот, там такой был слой снега, кто смотрит мои видео регулярно, то я показывал, там вот только неделю назад я их счистил, когда началось потепление, я эти коржи поспихивал с панели, и они стали работать, а так они практически за три недели февраля, там, один киловатт все, она все под снегом, ну, нереально было счистить ее, оно примерзало все, такими коржами взялось, оно только надо было ждать потепления, пока оно все оттаяло, отклеилось от панели, потом можно было счистить, поэтому такая вот маленькая выработка, но я вот уже скоро, уже скоро поставлю еще, уже, там, установлю, только грязь немного подсохнет, еще 4 киловатта массивчик, вот, и энергии уже, конечно, будет побольше у меня, будем смотреть, как оно будет работать, я рассчитываю так, что два разных поля, они смотрят в разные стороны, и у меня будет хорошая выработка на протяжении дня, но этом все будем смотреть, анализировать, делать эксперименты с этими полями, они будут одинаковые, эти два поля, ну, 4-х киловаттные, как я уже сказал, да, и абсолютно там все одинаково, даже панели одинаковые, бренд одинаковый, все одинаковое, и я их думаю, срастить в одну линию, то есть соединить вот эти два поля, плюс с плюсом, минус с минусом, вот, я так понял, что диодов никаких не надо ставить, вот, и пустить это все на этот один контроллер, чтобы не делать контроллер отдельно на одно поле, на другое, через этот ваттметр, то есть, сначала думаю, на ваттметр, одно поле на один ваттметр, другое поле на другой ваттметр, а потом уже после ваттметров я их сращу, чтобы как бы контролировать, сколько там, ну, выдает одно и второе поле, вот, я думаю, так оно должно работать, если кто-то думает, что может не будет как-то работать, почему, то пишите мне в комментариях, можно ли их вообще так срастить, как я думаю, запараллелить эти два, ну, абсолютно одинаковых поля, то я думаю, почему бы и нет, вот, ну, как-то так, ну, короче, пишите в комментариях, как их правильно срастить, не будут ли они мешать, не нужны там какие-то диоды дополнительные, насколько я понял, они уже там есть в панелях, то вроде как не нужны, ладненько, все, всем до следующих видео, до свидания,